Доброе утро! В эфире новости ОТС в студии Ксения Смотрова. О контроле за качеством жилья, фестивале немецкого кино и соревнованиях по плаванию расскажем прямо сейчас. Сегодня последний день зимы. Уже завтра с началом нового времени года световой день в Новосибирской области увеличится на 4 минуты. Всего же за февраль продолжительность дня увеличилась на 2 часа и будет продолжать расти вплоть до весеннего равноденствия, когда в наших широтах день сравняется с ночью. Это произойдет 20 марта, именно тогда и наступит астрономическая весна. Специалисты отмечают три прихода каждого времени года. У весны это календарный 1 марта по Григорианскому календарю, астрономический и климатический. Последний, как правило, важен для синоптиков и коммунальных служб, которые готовятся к завершению отопительного сезона. Это происходит в тот день, когда климатическая норма среднесуточной температуры в определенном регионе держится 5 дней. Для наших широт это устойчивый минус 5 градусов. По многолетним наблюдениям это обычно происходит в первых числах апреля. А при устойчивых плюсовых температурах коммунальщики начинают постепенно сокращать подачу тепла в дома. Контроль за жильем. Сегодня сотрудники Министерства социального развития региона работают в Кочаневском районе. Специалисты проверяют, что называется на местах, как дети-сироты получают положенное им по закону жилье. Рейд связан с неоднократными обращениями жителей региона о предоставлении некачественных квартир и нежелании застройщика устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного срока на построенный дом. Как сообщили в Министерстве, вместе со специалистами работают в Кочанево и представители инспекции Государственного строительного надзора. Напомню, что в минувшем году нарушения, касающиеся ненадлежащего содержания жилья, были выявлены в шести зданиях по всей области. В этом году комиссии также побывают практически во всех районах и вынесут свой вердикт. Сегодня в Новосибирске открывается фестиваль немецкого кино. Лучшие работы режиссеров из Германии привозят в наш город уже в девятый раз. В этот раз организаторы предлагают фильмы, которые с успехом прошли на международных фестивалях. Большинство из них не выйдут в официальный российский прокат. Премьеры пройдут только в Новосибирске. Фильмы будут демонстрировать на языке оригинала с русскими субтитрами. В кинотеатре «Победа» ценители немецкого кино ждут на специальных сеансах всю текущую неделю и на выходных. В Доволенском районе впервые прошел плавательный турнир. В новом бассейне собрались десятки спортсменов раннего разного возраста. Мои коллеги расскажут подробнее. Бассейн с художественным названием «Аквамарин» открыли всего три месяца назад. 25 метров, 4 дорожки, современная система фильтрации. Все условия для проведения плавательных чемпионатов. Сегодня у нас первые районные соревнования по плаванию. Так как мы вот недавно открылись, решили вот уже, чтобы больше народу привлечь к массовым занятиям плаванием, провести первые соревнования по данному виду спорта. Участников разбили на несколько возрастных групп. Самым юным по 10 лет. Самые опытные уже на пенсии. Всем участникам хочу пожелать здоровой, хорошей конкуренции, хорошего настроения, ну и хороших заплывов. Заявку не обязательно было подавать заранее. Побороться за победу могли и те, кто просто пришел поплавать. Пришел с сыном поплавать, покупаться, а тут соревнования. В итоге попал на соревнования. Ну, приятно участвовать. Впервые в бассейне? Нет. Порядка 10 раз-то уже точно был. Вообще нормально. Можно отдохнуть и мышцы размять. И вообще удобно, и тепло, и хорошо. Мой наставник записал, Виктор Иванович. Спасибо ему. Сама я нерешительная. Я не хотела. Вот так получилось. Ну, интересно было бы участвовать именно потому, что 23 февраля в честь праздника, что ли. Понимаете, если отдых, то активный, если праздник, то спортивный. 23 февраля празднуем спортивным праздником. Вот еще бы сегодня лыжня России была, вообще бы хорошо. Дистанции две. Младшие группы плывут 25 метров, старшие 50. А вдоль бортиков – зрители и тренеры участников. Мне 11 человек участвовали в соревнованиях. Пришло положение. Я очень рад, что мы открыли вот эти вот соревнования, что дети наши участвовали. Я думаю, что они неплохо выступили. С удовольствием они здесь. Я бы, если бы не болел, я бы тоже, а тут немножечко приболел. 25 метров для меня. Это вообще, я думаю, это только начало, а остальное у нас все выше, выше, выше будет. Наградой для пловцов, занявших призовые места, стали почетная грамота и абонемент на посещение бассейна. Светлана Бореева, Геннадий Встюжанин. Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Доброе утро. В эфире новости ОТС. В студии Ксения Смотрова. О вступлении в силу новых законов, подорожании мороженого и празднике Белого месяца расскажем прямо сейчас. С 1 марта в нашей стране вступает в силу ряд новых законов и поправок к ним. Вот только некоторые из них. Как сообщает российская газета, жить рядом с лесом станет накладнее. Граждан, которые владеют территориями, прилегающими к лесным массивам, обяжут следить за пожарной безопасностью. После того, как полностью растает снег, им придется очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от деревьев. Или оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее полуметра. Забота о лесе станет обязанностью и для органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений и организаций. Им придется самим обеспечивать авиационную или космическую съемку, а также наземную фото- и видеофиксацию и прикладывать эти данные в отчет по использованию лесов. Все это прописано в федеральном законе о внесении изменений в лесной кодекс. Документ значительно увеличивает и штрафы за нарушение лесного законодательства. Должностным лицам придется раскошелиться от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим от 200 до 300 тысяч рублей. Регистраторов областных поликлиник научат общению с посетителями. Курсы пройдут почти 650 человек. Лекции прочитают преподаватели медицинского колледжа. Главная задача – найти контакт с посетителем, который по определению находится в стрессовой ситуации. А задача работников регистратуры – снять это напряжение, показать пациенту, что ему помогут и ответят на все его вопросы. В России подорожает мороженое. Эксперты предупреждают, в ближайшее время цена на сладкое лакомство вырастет на 10-15%. Руководитель Союза мороженщиков объяснил это резким скачком цен на сливочное масло. С осени этот продукт подорожал почти на треть. Еще один фактор – нехватка сухого молока. После того, как вступил в силу новый техрегламент Евразийского экономического союза, в России закрылись несколько предприятий. И сейчас производители мороженого вынуждены закупать сухое молоко за рубежом. В конце февраля Новый год празднуют монгольские и тюркские народности. Праздник Белого месяца приходится на первое весеннее новолуние. И каждый год его дату высчитывают по астрологическим таблицам. О том, как буддистский Новый год встретили в Новосибирске, в нашем следующем сюжете. Утренний молебен на защитников учения Будды. Так начинается подготовка к Сагалгану, Новому году у буддистов. Прихожане обходят учителей, читающих мантры только по часовой стрелке, иначе белому пути, пути добродетеля. Сейчас готовятся к дуг жуби или обряду очищения кармы. Ламы, религиозные гуру буддистов, утверждают, что произносить можно любые известные вам молитвы, и буддистские, и христианские, или же просто обращаться к Богу. Главное иметь веру в душе. Здесь можете видеть лица славянской внешности, да, еще каких-то, в общем-то. Это не говорит, что они все буддисты, да, но они, в общем-то, некоторые из-за простого интереса, или кому-то это очень нужно. Подготовиться к дуг жубе необходимо дома, слепить из пресного теста фигурку и обтереть ей свое тело, как бы счистив с себя все тяготы уходящего года, после сжечь ее в общем огне. Кира Натарова регулярно посещает Датсан и знает все о традициях Сагалгана. Сегодня приготовила фигурку для костра и завершила еще один важный новогодний обряд – гутер. Очистила дом от ненужных и старых вещей. Перед праздником все дома должно быть вычищено, вымыто, чтобы не осталось ни одного уголка грязного дома. Это праздник очищения, очищения от всего злого, дурного, что преследует человека в течение года. И чистота телесная, физическая и бытовая сопровождает этот праздник. На молебен принято приносить подношения, молоко и сладости. Часть из них после церемонии нужно забрать домой и угощать гостей продуктами, освященными в храме. Пока завершающий этап дуг жубы не начался, прихожане обходят Датсан и крутят молитвенный барабан, на котором нанесена главная буддистская мантра. Читать ее необходимо 108 раз. Так барабан позволяет экономить время и соединять физическую силу с духовной. Сколько раз запустил механизм, столько раз помолился. После прочтения молебна приготовленные фигурки из теста кладут в костер и поджигают от священного огня. Этот этап обряда символизирует не только очищение кармы, но и обновление своих мыслей и духа, а также является своеобразным жертвоприношением богу смерти Чойджилу. Это знак благодарения за прожитый год и возможность вступить в год новый. Поэтому в первые дни Сагалгана принято здороваться фразой «хорошо, что пережили этот год». В буддистской традиции в ночь Сагалгана принято не спать, ожидая главную богиню столицы Тибета Шридеви. Считается, что около пяти утра она облетает землю и ведет подсчет всех переживших зиму. Первый день Нового года проводят дома в кругу семьи, зато в течение всего белого месяца часто посещают гостей. В Новый год только с чистыми мыслями и новыми надеждами. Екатерина Киселева, Артем Валевич, Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Новости ОТС Доброе утро! Здорово! В эфире новости ОТС в студии Ксения Смотрова. О разработках сибирских ученых, гибели хвойных лесов и затоплении в Куйбышеве расскажем прямо сейчас. Ксения Смотрова Сибирский Ксения Смотрова Министерство образования России. Юные сибиряки изучают курс военно-технических дисциплин, краеведения. Занимаются хореографией, строевой и парашютной подготовкой. На базе корпуса существует Академия благородных девиц и Школа раннего развития. Создать сосуды из клеток сердечной мышцы. Новосибирские ученые разрабатывают биопротез, который сможет заменить сосуды человеку, нуждающемуся в трансплантации. Получить заменитель сосудов малого диаметра сложно. Использовать сосуды от самого пациента часто просто невозможно. От синтетических многопобочных эффектов. Ученые предлагают решить эту проблему с помощью клеточно наполненного сосудистого трансплантата. Для создания конструкции используют клетки сердечной мышцы, отходный послеоперационный материал миокарда, смесь хитозана и поликапролактона. Исследователи провели пока только инвитро, то есть в пробирках. Однако по его результатам уже сейчас можно сказать, метод может быть основой для того, чтобы разработать трансплантаты сосудов малого диаметра со свойствами, максимально приближенными к физиологическим. И заселять трансплантат человека можно будет клетками самого пациента, что не вызывает отторжения и иммунной реакции. Хвойные леса в Сибири гибнут из-за сухого климата. Такой вывод сделали ученые Сибирского отделения Академии наук после совместного исследования с американскими коллегами. Кедры пихта – две породы, которые очень чувствительны к недостатку влаги. А в последние годы влажность в сибирских регионах постоянно снижается. Ученые называют состояние, в котором находятся деревья, водным стрессом. Они становятся слабее и выделяют меньше смолы. А это главное оружие хвойных в борьбе с жуками-караедами. Зато для самих насекомых сухой воздух – это самое благоприятное условие для размножения. Кроме того, весны становятся более теплыми, а осенние заморозки – более поздними. Все это приводит к увеличению популяции насекомых. Ученые считают, что площадь пихтовых и кетровых массивов будет и дальше сокращаться, но их может вытеснить сибирская лиственница. Этому дереву сухой климат не вредит. Резкое потепление оказалось не в радость жителям Куйбышева. На улице Шишкова жильцам пришлось спасать имущество от затопления. Течь дала крыша, которую капитально отремонтировали меньше года назад. В квартире Людмилы Глазуновой ступить негде. Всюду тазы и ведра. Собирать воду жильцы начали с трех часов утра. Бежит все. Внутри-то перегородки все деревянные, они напитанные, уже разваливаются все. Через потолки, через стены вода выступает в квартире. На первом этаже проваливаются полы, на втором потолке отваливаются. Никому дела нет. Несколько лет назад постройку признали памятником архитектуры. Год от года дом ветшает. Ремонтных работ здесь давно никто не делал. А вот проблем у жильцов становится все больше. Прибавилось их и после капитального ремонта крыши, которую в прошлом году выполнила новосибирская компания «Уни-мастер». Я двое суток бегал, у меня там на крыше таз стоит, чтобы у меня потолок не обвалился. Я поставил там, сделал такой желоб, ну там, остаток железа. И вот у меня от тазы я уходил и черпал вот это ведро, и уносил, сидел, левал вниз от этого все. Новую кровлю областной фонд модернизации ЖКХ не принял. Установлено, что работы были выполнены с многочисленными нарушениями. Исправлять выявлены недостатки подрядчик не торопится. Жильцы оказались заложниками ситуации. Откуда ждать помощи теперь люди не знают. Помогайте, пожалуйста, чтобы какие-то меры приняты были. Потому что так невозможно жить. Вниз на первый этаж все течет. Там соседи страдают. Судьбу дома номер 2 по улице Шишкова обсудят на совещании представители городской администрации и областного фонда модернизации ЖКХ. Новости ОТС расскажут, какие решения будут приняты. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Новости ОТС. Новости ОТС. О рейдах пожарных, новых банкнотах и полуфинале Кубка России по мини-футболу расскажем прямо сейчас. Морозы отошли, но пожаров в частном секторе меньше не стало. Очередной раз проверить, в каком состоянии печи и рассказать об элементарных правилах пожарной безопасности специалисты сегодня отправятся в Первомайский район Новосибирска. Рейды по пожарной безопасности в частном секторе – мера традиционная для нашего региона. Сотрудники МЧС и гражданской обороны обходят частные подворья. Тем, у кого проблемы с электропроводкой или печней в порядке, разъясняют и предупреждают. Если хозяин или хозяйка престарелые и одинокие, специалисты социальной помощи оформляют льготные работы по обустройству печного отопления. Если семья обеспечена, но в доме явные нарушения пожарной безопасности, сотрудники могут выписать штраф. Прочнее прочного, Генедирекция Госзнака России объявила о начале изготовления новых долговечных банкнот. Как обещают, эти купюры появятся в кошельках россиян уже в этом году. Не секрет, что банкноты крупных номиналов изнашиваются за несколько лет, а мелкие – за год. По оценкам специалистов, ветхих денег в обращении уже практически нет. Банки их оперативно изымают. Новую технологию обработки бумаги планируют использовать для изготовления уже проанонсированных купюр в 200 и 2000 рублей. Пластиковыми они вряд ли станут. К этому материалу у экспертов немало вопросов. Пластик не впитывает краску, поэтому традиционные банкнотные краски на него плохо ложатся. А если использовать другие, понижается уровень защиты. И это пока сдерживает дальнейшее продвижение этого материала. Экспериментировать будут также с бумагой, но секрет прочности пока не выдают. Новосибирске ищут управляющего транспортной компанией с зарплатой до 400 тысяч рублей. Очередной рейтинг самых высокооплачиваемых профессий составил сайт по поиску персонала Headhunter. По словам экспертов, самым дорогим вакансиям всегда можно понять, чем богат регион и какие сферы у него наиболее развиты, или подготовкой каких специалистов он знаменит. Так, зарплаты от 100 тысяч рублей работодатели предлагают в сферах информационной технологии, продажи, строительства, недвижимость, топ-менеджмент и маркетинг. А с учетом, что среднее вознаграждение по городу за месяц составило 34 650 рублей, то можно сделать вывод, что в нашем городе есть отличные базы для подготовки специалистов в сфере IT. Получать высокий оклад по-прежнему можно в продажах, строительстве, недвижимости и топ-менеджменте. А также вырос спрос на высококлассных специалистов в сфере маркетинга. В преддверии весенних праздников у сибиряков есть уникальная возможность попробовать якутскую кухню и соприкоснуться с культурой этого северного края. По приглашению Ассоциации Сибирской Федерации Рестораторов и Ательеров Новосибирск посетит маэстро Иннокентий Тарбахов, автор более 20 кулинарных книг, после выпуска которых якутская кухня взлетела на вершину кулинарного Олимпа. Это и знаменитая строганина, салат из свежемороженной рыбы и индигирка, тающие во рту блюда из жеребятины, оленины и в многих других знаковые для республики рецепты. С начала недели и до 4 марта у горожан есть возможность насладиться авторскими блюдами от маэстро Тарбахова, его чудесными историями и музыкой северного края. Для профессионалов в сфере общественного питания 1 марта пройдет мастер-класс по кухне народов Якутии. Уже по традиции весна в филармонии начинается с фестиваля современной музыки «Мартовский кот». В этом году он пройдет с 1 по 5 марта в камерном зале. Музыканты исполняют сочинения композиторов 20 и 21 веков. В программе фестиваля также образцы авангарда и минимализма, авторская музыка и произведения сибирских композиторов. В каждой программе организаторы обещают сюрприз. «Мартовский кот» – фестиваль молодой и считается, что его участники делают попытку перекодировать мощное русло классических пристрастий филармонии и экспериментировать с жанрами. Подробности мои коллеги расскажут в вечернем выпуске новостей. И о спорте мини-футбольный «Сибиряк» проведет сегодня ответный матч полуфинала Кубка России против Дины. Напомню, в первом поединке подопечный Евгения Куксеевича в гостях уступили крупно 1-7. Тот матч новосибирцы провели неудачно, но на минувших выходных команда завоевала серебряные медали международного турнира Кубок Еременко. В соревнованиях принимали участие клубы из четырех государств. Именно на этом Кубке новосибирцы в полуфинальном матче сумели обыграть ту же подмосковную Дину со счетом 3-2. Напомню, для выхода в финал Кубка страны Сибиряку необходимо обыграть Дину с разницей в 7 мячей. Матч начнется сегодня в 19-й спортивном комплексе Сепстрина. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok